Сегодня в выпуске. Как меня с другом кинули на 50 тысяч рублей блогеры и стримеры, разоблачение мошенников, поиск информации и как мы возвращали свои деньги. Приятного просмотра. Меня зовут Артур, ты на когда-то схема, и если ты не подписан до сих пор, то подписывайся, потому что я стараюсь именно для тебя. Поехали. Мошенники, безответственные люди, всем нам приходится с ними сталкиваться, и тут пришлось столкнуться мне. Ну да. Все началось с того, что мне нужно было прорекламировать определенный проект. YouTube канал Маликурятник. 14 февраля мы заказали у него рекламную вставку в начале ролика, и это слали ему кровные 9 тысяч рублей. Он должен был выпустить видео с моей рекламой в течение недели, но неделя прошла, а видео нет. На следующей неделе тоже нет. А через следующую видео есть, но с чужой рекламой, не моей. И от него полный игнор. На почту он игнорил, и я написал ему в ВК через две недели, где нас опять ожидал игнор. 29 февраля. Оплатили, а видео до сих пор нет. Он ответил, что это форс-мажор, все графики съехали, и ваше видео на следующей неделе. Но наша реклама давно не актуальна, потому что у нее были определенные временные рамки. Поэтому я запросил деньги обратно. На что последовал отказ и рассказ о том, что реклама будет бомбическая, и мы будем рады. 3 марта новая неделя. Игнор. 5 марта. Игнор. 6 марта. Игнор. 9 марта. Игнор. И 10 марта. Тоже игнор. И тут мы начали действовать и забирать свое. Имеющиеся у нас данные. Имя Александр. Ютуб-канал. Страница ВК с лицом, но без каких-либо данных. Страница Инстаграм. Электронная почта, где изначально велась беседа. И его реквизиты для оплаты. Это Киви и Сбербанк. Сначала я позвонил на этот номер, но он оказался выключенным, конечно же. Дальше все оказалось проще. И посмотрев данные об его электронной почте, мы видим имя и фамилию. Александр Гуратта. Мы знаем, что его зовут Александр с Ютуба. Имя сходится. Ищем в друзьях и друзьях друзей Александра Гуратта. Но ничего не находим. Да и вообще, Гуратта это странная фамилия. И Google даже ничего не выдает по такому запросу. Вполне вероятно, что фамилия забита случайно и она фейковая, чтобы запутать следы. Анализируем страницу ВКонтакте в веб-архиве и ищем данные. В 2017 году была одна дата рождения, сейчас другая. Какая из них правдивая, пока неизвестно. Другого ничего интересного найдено не было. Сбербанк. Введя в Сбербанке номер карты, при переводе мы увидим инициалы человека. Александр Андреевич Г. Первая буква фамилии Г на почте Гуратта. Совпадение или нет, пока неизвестно. Но, возможно, его реальная фамилия это реально Гуратта. Через восстановление страниц ВК, Инстаграма, Ютуба и некоторые сервисы проверяем, на какой номер зарегистрирована конкретная страница. И видим, что везде номер телефона такой же, как и Киви. Введя этот номер телефона в Гетконтакт, у нас также нет результатов. Обратившись к определенным людям, мы узнаем, что данный номер зарегистрирован на некую Миронову Галину Павловну, 1934 года рождения. Фамилия другая, следов нет. Возможно, это его бабушка или кто-либо еще неизвестно. Такой вид поиска данных называется осинт, разведка на основе открытых источников. И сегодня она не особо дала результаты, потому что ничего не найдено и непонятно, как взыскать наше средство. Через три дня я написал этому кидали уже со своего ВК. Еще через два дня он ответил и опять написал, что видео на следующей неделе. Прошел уже месяц. 13 марта игнор, 14 игнор, 15 игнор. 16 числа он ответил и начал оправдываться. И предложил вернуть деньги через еще неделю. Мы, конечно, соглашаемся и ждем, потому что попросту других вариантов у нас нету. 19 марта. Ну что, прошло только три дня. Ну ок, ждем. 22 марта. Игнор. Тогда я обратился к сервису по поиску любой информации. Своеобразному детективному агентству в интернете. Он называется Лубянка. Ссылку оставлю в описании. Ребята ищут мошенников по любой информации и также нашли и мне. Поэтому, если вас кто-то обманул и вы хотите вернуть свое, либо найти любую информацию в сети, то переходите и подписывайтесь на Лубянка сервис. Они мне помогли. Выдали они мне такую табличку. Имя Александр. Отчество Андреевич. Фамилия Гу... Сев. Гусев, не Гуратта. И тут я понимаю, что фамилия на почте фейковая, чтобы запутать следы. Но на самом деле Саша Гусев, а не Александр Гуратта. Сверяем дату рождения. 8 апреля 1989 года. Все сходится. На странице ВКонтакте именно это дата рождения. Еще у нас есть его домашний адрес, паспортные данные, дата выдачи, серия, номер и все, чтобы вернуть свои деньги по закону. Мошенник пробит и найден. Прошло еще два дня и 24 марта я написал ему письмо на почту якобы от имени нашей сотрудницы с его персональными данными в официальном стиле. Сообщаем вам, что у вас имеется непогашенная задолженность в отношении нас. Сумма ущерба 9000 рублей плюс моральная компенсация 2000 рублей. Сумма моральных устоев актуальна на 24 марта 2020 года. Просим вас связаться с нами и незамедлительно погасить все задолженности. Иначе нам придется обратиться в вышестоящие инстанции. Всего доброго, Кристина. 27 марта я был настолько взбешен такой наглостью, потому что это все-таки какая-никакая публичная личность, медийная. Да, всего лишь 70 тысяч подписчиков, но тем не менее. Поэтому я написал ему прямо. Гусев, если ты не вернешь деньги, то... Он просит еще неделю. И спустя несколько дней, 1 апреля, деньги были успешно возвращены. Напоминаю, купил я у него рекламу 14 февраля. Спустя несколько дней после заказа рекламы у него, в феврале, я купил еще одну рекламу, но уже у другого стримера Турка. Никнейм у него Нисай. У него свой YouTube канал, он стримит, он играет в какой-то Counter-Strike турецкой команде. И кто бы мог подумать, что человек абсолютно из другой сферы, из другой страны меня опять кинет на деньги. Спустя несколько дней после Маликурятника, после этого ютубера. Привет, мы с тобой хотим поработать, купить у тебя рекламу и заплатим тебе 250 евро. Дальше длятся переговоры. Я прошу у него биткоин-адрес и отсылаю эту сумму. 250 евро. Окей, спасибо. Я проведу стрим на этой неделе и дам вам ссылку за 2 часа до начала самого стрима. Это было 17 февраля, понедельник. 22 февраля. Привет. Ну, когда будет стрим с нашей рекламой? Привет. У меня технические проблемы, не мог стримить на этой неделе. 27 февраля. Игнор. Ну и дальше опять идет игнор. Попробуем забрать свои деньги обратно в этот раз, но стоит учитывать, что он из Турции. И в принципе сделать тут что-то очень сложно. Имеющиеся у нас данные. Немного раскрученный ютуб-канал. Инстаграм-страница. Стим-группа и аккаунт. Страна Турция. Через 2 дня я написал ему в Дискорд и ответил якобы его менеджер. На самом деле он. Когда Несай будет стримить? У него тех проблемы с стриминг-машин. Я не знаю, когда он их решит. Ему нужны деньги, чтобы купить новый процессор. А в Стиме написано, что он сейчас в игре и играет. Все у него с компьютером нормально. 14 дней прошло. Он игнорит. 0 ответов на почту. Наше предложение больше не актуально. Он обещал отстримить 2 недели назад. В итоге он предложил скинуть деньги ему еще и на процессор. И сказал, что прорекламирует нас в 2 раза лучше и дольше. И отказался и начал ждать. 7 марта игнор. 8 марта игнор. 10 марта игнор. У меня было несколько мыслей по поводу того, как я могу вернуть свои деньги. Первый. Написать ему на почту от другого имени и якобы купить рекламу уже для другого сайта и другого бренда. Скинуть ему левую ссылку с переадресацией, которая пробьет его IP-адрес. Он перейдет по ссылке, мы получим его IP-адрес, а значит его город и провайдер. И сможем заказать DDoS-атаку, которая отключит и выведет из строя его интернет. С одной стороны, способ, да, рабочий. У него не будет интерната и как бы он должен вернуть деньги, чтобы не было никаких проблем у него дальше. Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, он просто сможет сбросить роутер и все, и забить и на нас, потому что он в Турции и ничего сделать нельзя. По закону тоже нельзя. В суд подать нельзя, потому что не было никакого официального договора. Был просто биткоин-кошелек. Ну и второй способ, это присылать ему на ту же почту письмо, якобы я подал на него в Турецкий суд, приложить все документы, его адрес и он должен забояться и опять же вернуть деньги. Но далеко не факт, что это сработает. Поэтому я ставил это на его совести и решил купить рекламу у еще одного стримера. Immortal из Болгарии. И что вы думаете? Он тоже кинул меня на рекламу на те же 250 евро. Как? Не знаю. Три раза подряд, три разных человека на обычную рекламу. И они из разных сфер. Привет, да, могу продать вам рекламу на стриме. По выходным у меня больше зрителей, да-да-да-да-да. И тут он начал впаривать мне рекламу не просто единожды, а на месяц. И чтобы месяц он меня рекламировал уже за гораздо большую сумму. Угу, конечно, так я и согласился. Заслать ему сразу 80 тысяч. Отослал я ему 20 тысяч и начал ждать рекламы. И я даже не знал, что думать, опять ли меня кинут. Или нет, потому что это уже было даже не смешно. Третий раз подряд меня кидают на рекламу. 50 тысяч. Пятое марта. Деньги принял. Завтра прорекламирую вас. Хорошо. Шестое марта. Давайте еще раз завтра. Потому что почему-то, почему-то, ну, хорошо. Завтра в 19.00. Так? Да. Седьмое марта. Бро, прорекламирую завтра. Потому что у меня полетел Windows. Но может быть простримлю позже. И позже, через три часа после этого, он начал стримить без рекламы нас. Восьмое марта. Хей. Коронавирус настиг мой город. Сорян. К чему это было, непонятно. Проходит еще несколько таких дней. И он, наконец-то, выпускает рекламу на своем стриме. Но выпускает ее абсолютно не так, как мы изначально договаривались. Вообще не так. И просто все деньги уходят впустую. От этой рекламы нолит дачи. И я сижу и опять думаю, ё-моё, как так можно? И после этого он грозится заблокировать меня, понимая, что он полностью неправ в этой ситуации. Но тут вернуть их было попроще. Зная то, что он стримит каждый день, тут можно было просто заказать DDoS на его IP-адрес. И он, конечно, поймет, что он неправ и вернет свои деньги. Потому что без стримов он жить не может. Если там DDoS вряд ли сработал бы, то тут может сработать. Ну, так и получилось. Я скинул ему левую ссылку, пробил его IP-адрес и он вернул вскоре деньги. После этих трех случаев рекламы больше не брал. И вывел для себя несколько правил покупки рекламы в интернете. Первое. Обязательно составлять договор. Только после этого можно что-то делать. Второе. О всех нюансах, о всех мелких подробностях договариваться на берегу. Вообще обо всем. Ну и все. Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Там все подробные переписки с этими людьми и как они меня кидали на деньги. И просто подпишитесь на телеграм. Поставьте лайк и напишите комментарий, что вы обо всем этом думаете. С вами был Артур. Пока.